Первое десятилетие советской космической программы прошло необычайно успешно. Космонавты устанавливали рекорды и прославляли свои имена. Космонавта Космический корабль второго поколения «Союз» начали разрабатывать в 1962 году. По сравнению с «Востоком» и «Восходом» «Союз» стал серьезным шагом вперед. Этот корабль мог сам изменять свою орбиту, на что не были способны его предшественники. Весил «Союз» около 7 тонн. Спускаемый аппарат в форме колокола с плоским днищем позволял входить в плотные слои атмосферы по более выгодной траектории с меньшими перегрузками, чем «Восток» и «Восход». У оснащенного огромным парашютом и четырьмя посадочными двигателями «Союза» скорость при посадке составляла менее 8 км в час. На орбиту корабль должна была выводить трехступенчатая ракета с тем же названием «Союз». Ранее она использовалась по проектам «Восход-1» и «Восход». Беспилотный образец нового комплекса под условным названием «Космос-133» успешно стартовал в ноябре 1966 года, через 9 месяцев после смерти Королева. Теперь бюро Королева возглавлял его ученик Василий Мишин. Новый главный конструктор хотел повторить успех своего великого предшественника. Возможно, при разработке впечатляющего, но чрезвычайно сложного задания для первого пилотируемого корабля «Союз» сказалось именно это желание. Владимир Комаров, ветеран исследований космоса и командир корабля «Восход-1» в 1964 году, должен был лететь на корабле «Союз-1». Валерий Быковский был назначен командиром экипажа из трех человек корабля «Союз-2». Их старт планировался на следующий день после запуска «Союза-1». В космосе кораблям предстояло встретиться и состыковаться. Два космонавта «Союза-2» Алексей Елисеев и Евгений Хрунов должны были выйти в открытый космос и совершить переход в «Союз-1». Затем вместе с Комаровым они возвращались на Землю, а «Союз-2» сажал один Быковский. По политическим соображениям полет готовили в спешке. Для Леонида Брежнева космическая программа стала пропагандистским инструментом. Советы должны были первыми состыковать два управляемых корабля на околоземной орбите. Брежнев отдал глупый приказ выполнить программу «Союз-1» — «Союз-2» к открытию Международного конгресса коммунистических партий в Карловых Варах в апреле 1967 года. Ученые неохотно подчинились требованиям сверху. Комаров стартовал на «Союз-1» 23 апреля. Запуск прошел идеально, но, выйдя на орбиту, космонавт сообщил, что отказал высотомер и не открылась одной из крыльев солнечных батарей. Корабль начал безнадежно кувыркаться в космосе. Запуск «Союза-2» был немедленно отменен. Несмотря на все трудности, Комаров умело воспользовался ручным управлением и его корабль успешно вошел в плотные слои атмосферы. Капсула начала спуск к земле. Однако при посадке Комаров трагически погиб. Запутавшиеся стропы не позволили полностью раскрыться парашюту капсулы. «Союз-1» врезался в землю на скорости 140 км в час и взорвался. В прессе сообщили лишь о смерти Комарова, не упомянув о проблемах, возникших на орбите, и о причинах отмены старта «Союза-2» и стыковки. После долгой и успешной серии запусков «Востоков» и «Восходов» катастрофа была похожа на холодный душ. Теперь советские ракетчики во главу угла ставили осторожность. В октябре 1967 года два беспилотных «Союза», названных «Космос-186» и «Космос-188», встретились и застыковались на орбите. Через пять месяцев их успех повторили «Космос-212» и «Космос-213». Однако пилотируемые полеты по-прежнему откладывались. Над космонавтами словно витал рог. Менее чем через год после смерти Комарова в авиакатастрофе учебного истребителя погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Гагарин был душой и сердцем отряда космонавтов. Его смерть для всех стала серьезным ударом. Кроме того, Гагарин был дублером Комарова в полете «Союза-1». Странное и пугающее совпадение. Для следующей экспедиции на «Союзе» требовался мужественный и опытный пилот. Таким человеком был полковник Георгий Береговой. 47-летний ветеран ВВС вступил в отряд космонавтов в 1964 году. Во время Второй мировой войны он летал на штурмовике и за свое мастерство и мужество был награжден «Золотой звездой героя». Затем Береговой стал летчиком-испытателем и получил еще одну высшую награду. Береговой должен был лететь на «Союзе-3». На орбите ему предстояло состыковаться с беспилотным «Союзом-2». Это задание было куда реалистичнее того, что ставили перед Комаровым и его коллегами. «Союз-3» стартовал 26 октября 1968 года. «Союз-3» следил за своей целью при помощи радио. Автоматическая система управления свела корабли на расстояние 200 метров. После этого космонавт должен был перейти на ручное управление и состыковаться без участия автоматики. Много раз отработанная на Земле операция оказалась чрезвычайно сложной в реальных условиях космоса. Состыковаться Береговой не сумел. Тогда он вернулся на свою орбиту и на следующем витке предпринял новую попытку, которая также закончилась неудачно. Проведя почти 95 часов на орбите, разочарованный, но живой Береговой совершил мягкую посадку. Космонавты Алексей Елисеев и Евгений Хрунов, которые ранее должны были перейти через открытый космос в корабль Комарова, продолжали готовиться на Земле к подобной миссии. Елисеев и Евгений Хрунов под командованием Бориса Волынова были запущены в космос на Союзе-5 15 января 1969 года. КОНЕЦ Второй корабль, Союз-4, под управлением Владимира Шаталова, стартовал на день раньше. Корабли встретились на орбите. Когда расстояние между ними уменьшилось до 90 метров, Шаталов и Волынов включили ручное управление. Союзы-4 и 5 сблизились и успешно состыковались. Елисеев и Хрунов быстро надели космические скафандры и отправились в переднюю часть корабля. Затем ее герметично закрыли и выкачали воздух. Выбравшись из своего корабля, Елисеев и Хрунов провели в космосе час, а затем вошли в Союз-4. Впервые два советских экипажа встретились в космосе. Четыре с половиной часа их корабли летели вместе, а затем расстыковались. Этот полет стал важным этапом подготовки путешествия на Луну, во время которого без стыковки было не обойтись. Луна манила русских. Лунная исследовательская программа набирала ход. В феврале 1966-го 90-килограммовый модуль Луна-9 совершил мягкую посадку в океане Гуд и впервые передал на Землю фотографии лунной поверхности. Луна-10 вышла на окололунную орбиту и собирала важные данные на протяжении двух месяцев. К восторгу делегатов 23-го съезда партии Луна-10 передала из космоса интернационал. В 1965 году в эксплуатацию поступила большая четырехступенчатая ракета «Протон». Теперь стали возможны полеты на Луну с последующим возвращением на Землю. Однако первые «Протоны» были очень ненадежны. Из 20 лунных модулей, стартовавших при помощи «Протона», лишь четыре успешно выполнили задания. Первый из них — «Зонд-5». В сентябре 1968 года он был поднят извод Индийского океана после успешного беспилотного облета Луны. Специально для пилотируемых полетов к Луне в начале 70-х была построена более тяжелая, чем «Протон», ракета, названная «Н-1». Однако четыре испытания этого носителя закончились неудачно. Лунные модули, находившиеся на его борту, так и не достигли своей цели. Телевидение Советского Союза не показывало первую высадку американцев на поверхность Луны. Советские чиновники от космоса провозгласили саму эту идею смешной и слишком дорогой. В качестве альтернативы проекту «Аполлон» были предложены автоматические лунные станции. В сентябре 1970 года «Луна-16» совершила мягкую посадку, взяла около 100 граммов лунного грунта и вернулась на Землю. Исследования показали, что образцам почвы около 4,5 миллиардов лет. Следующим этапом российской космической программы стало создание лунохода, радиоуправляемого устройства, передвигавшегося по поверхности Луны. Луноход впервые исследовал пустынное море дождей. Команда прошла. Сигнал устойчивый, изображение хорошее. Запущенный в октябре 1971 года в составе станции «Луна-17», луноход преодолел более 9 километров по поверхности Луны. Луноход функционировал еще около года, передавая панорамы лунной поверхности, пока не кончился его атомный источник питания. В 1973 году на Луну был доставлен «Луноход-3». Два лунохода, а также несколько возвращаемых спутников-зондов ознаменовали конец советской лунной программы. Тем временем весьма активно продолжались работы по проекту «Союз». В октябре 1969 года три космических корабля «Союзы-6», «Семь» и «Восемь» с семью космонавтами на борту одновременно находились на околоземной орбите. «Союз-6» и «Союз-7» должны были состыковаться, а «Союз-8» — снимать этот процесс из космоса. полет и встречу в космосе сразу трех космических кораблей было очень нелегко. Десятки радаров на территории Советского Союза и три специальных корабля наблюдали за ходом экспедиции. Инженер Валерий Кубасов провел первую в мире экспериментальную сварку в космосе на борту «Союза-6». Запуски этого корабля стали привычными, но самые долгие полеты продолжались не более пяти дней. Без ответа оставался один из самых важных вопросов. Как долго человек может жить в условиях невесомости? Вся работа по созданию орбитальной космической станции пошла бы на смарку, если бы выяснилось, что долгое пребывание в невесомости для человека смертельно опасно. Опытный Андриан Николаев и новичок Виталий Севастьянов получили очень тяжелое задание. В июне 1970 года они провели почти 18 дней на борту «Союза-9», установив новый рекорд продолжительности пребывания человека в космосе. Первые два дня космонавты испытывали традиционные для космоса головокружения, но сумели быстро адаптироваться к невесомости. И все же проведенные через несколько дней эксперименты показали, что они теряют массу тела, уменьшается содержание кальция в костях и количество красных кровяных клеток. Из-за отсутствия силы тяжести быстро слабели их мышцы. Стенки космического корабля сковывали движение. Давать мышцам необходимую нагрузку было нелегко. Первые дни после возвращения стали настоящим кошмаром. Николаев и Севастьянов не могли самостоятельно выбраться из капсулы. Их мышцы атрофировались, сердце сжалось, кости стали хрупкими. Им казалось, что они попали под гидравлический пресс. Адаптация к земной силе тяжести продолжалась несколько месяцев. Для 41-летнего ветерана космоса Николаева это был последний момент. Однако он показал, что влияние невесомости можно смягчить. Для этого необходима богатая кальцием диета и усиленная физическая нагрузка. К тому времени первая советская орбитальная космическая станция «Салют» уже находилась в сборочном цехе космодрома Байконур. Длина 16-тонного салюта составляла более 15 метров. В главном отсеке станции находилась хорошо оборудованная и довольно просторная лаборатория, позволявшая совершать длительные космические исследования. В апреле 71-го года ракетоноситель «Протон» вывел на орбиту беспилотную станцию «Салют». Есть подъем. Продолжение следует... Союз-10 под командованием Владимира Шаталова состыковался с «Салютом». Однако электрические системы двух кораблей так и не заработали вместе. Люк не открылся. Разочарованные космонавты были вынуждены расстыковаться и вернуться на Землю. Командир Георгий Добровольский, инженеры Владислав Волков и Виктор Подцаев стали экипажем следующей экспедиции на станцию «Салют». Они были вторыми дублерами. По различным причинам основной экипаж и первые дублеры лететь не могли. Многие считают, что недостаточная подготовка экипажа стала причиной трагического исхода этого полета. Трое космонавтов стартовали на «Союзе-11» в июне 1971 года. Как у вас состояние самочувствие? Поняли. Они успешно состыковались и перешли на станцию «Салют». Космонавты работали на борту станции 24 дня, установив таким образом новый рекорд. Первым мы наблюдали очень большое скопление цыгонов, об этом надо сообщить. Я координату вам быстро даю. И порядка 60 дней в этом месте. Они доказали, что при соответствующей диете и физической нагрузке воздействие невесомости можно значительно уменьшить. В то же время этот полет выявил другие опасности продолжительного пребывания на орбите. У членов экипажа возникла проблема психологической совместимости. На станции было так жарко, что однажды космонавтам пришлось сражаться со вспыхнувшим пожаром. К счастью, огонь удалось погасить. Однако экипажу не суждено было вернуться домой. Случайная разгерметизация спускаемого аппарата стала причиной гибели космонавтов за полчаса до приземления. Надежность советских космических систем была поставлена под сомнение. Трагедия прервала программу пилотируемых полетов на целых два года. Орбитальная станция «Салют-3» стоимостью 2 миллиарда долларов была запущена в 1973 году. Однако она так и не заработала. Менее чем через месяц после запуска станция упала на землю. «Салют-3», запущенный в июне 1974 года, был скорее станцией космической разведки, а не лабораторией. Первый экипаж «Салют-3» в составе Павла Поповича и Юрия Артюхина провел на борту 15 дней. Подробности этого полета были засекречены и никогда не сообщались. «Салют-3» сказали лишь, что прошел он успешно. Ну а затем вновь возникли проблемы. Члены следующего экипажа Геннадий Сарафанов и Лев Демин несколько раз не могли состыковаться со станцией. В результате они были вынуждены совершить аварийную ночную посадку. После смерти Королева гибель четырех космонавтов и десятки инцидентов и накладок бросили тень на прежде безукоризненную репутацию советской космической программы. В 1974 году были приняты меры. С поста руководителя Королевского бюро был снят Василий Мишин. На его место назначили ветерана советского ракетостроения Валентина Глушко и постепенно ситуация начала меняться к лучшему. Станция Салют-4 находилась на орбите более двух лет. Ее первый экипаж Георгий Гречко и Алексей Губарев провели на борту станции 30 дней в январе-феврале 1975 года. Они установили телескоп и провели серьезные астрофизические исследования. Второй экипаж на Салют-4 так и не попал. Неожиданно отказала третья ступень ракеты-носители и спускаемый аппарат совершил опасную посадку в Сибири после тяжелого суборбитального полета. Ну а затем последовала еще одна продуктивная и продолжительная экспедиция. Петр Климук и Виталий Севастьянов пробыли на борту Салюта 63 дня. Они провели десятки медицинских и астрофизических экспериментов. Космонавты оставались в хорошей физической форме. Психологи опасались, что после 30-40 дней в тесном салюте отношения между ними испортятся. Однако уравновешенные и дружелюбные Севастьянов и Климук оказались идеальным экипажем. Чтобы скрасить свое существование, они постоянно придумывали разные шутки. Время от времени в Центре управления полетом записывали раскаты веселого смеха с высоты 300 километров. Время от времени в Климук и Виталий Севастьянов В 1972 году Советский Союз и США начали выполнение уникального совместного проекта «Союз Аполлон». В его рамках на орбите предусматривалась встреча и стыковка советского и американского космических кораблей. Космическая гонка, начавшаяся после Второй мировой войны, превращалась во взаимовыгодное сотрудничество и обмен новейшими технологиями. Пионер выходов в космос Алексей Леонов и космонавт Валерий Кубасов начали совместную подготовку с американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Диком Слейтоном. Экипажи интенсивно готовились как в Советском Союзе, так и в США. К середине 1975 года и русские, и американцы были готовы к совместному полету. 15 июля Леонов и Кубасов на борту «Союза-19» стартовали с космодрома Байконур. Через 7,5 часов с мыса Канаверал был запущен и Аполлон. 17 июля «Союз» и «Аполлон» встретились на орбите. За стыковкой внимательно наблюдали сотрудники Центров управления полетом в Хьюстоне и Подмосковье. «Получилось!» — по-русски воскликнул Стаффорд, когда «Союз» с мягким толчком соединился с Аполлоном. «Отлично!» — ответил по-английски Леонов. Люки открылись, командиры экипажей пожали друг другу руки. Астронавты вошли в «Союз». Первый международный космический экипаж обменялся сувенирами, пообедал и провел серию научных экспериментов. «Союз» и «Аполлон» были вместе два дня. 21 июля Леонов и Кубасов совершили мягкую посадку в Казахстане. Командный модуль «Аполлона» приводнился в Тихом океане через четыре дня. Историческая миссия увенчалась абсолютным успехом. С 1975 года в космосе постоянно находилась по меньшей мере одна советская орбитальная станция. «Салют-6», запущенный в 1977 году, был представителем следующего поколения подобных станций. Имея два стыковочных узла, он мог принять одновременно два космических корабля. Первая попытка стыковки с «Салютом-6» не удалась. «Союз-25» несколько раз неуклюже ткнулся в «Салют», но безуспешно. В центре управления полетом предположили, что один из стыковочных узлов станции получил повреждения. Следующему экипажу, Юрию Романенко и Георгию Гречко, предстояло выйти в космос, чтобы оценить масштаб повреждений и устранить их. Космонавты «Союза-26» безукоризненно состыковались с «Салютом». На десятый день полета они начали готовиться к выходу в космос. Оба космонавта прошли в воздушный шлюз, закрыли его, а затем Гречко по пояс высунулся в космос. Он два часа осматривал поверхность станции, а его напарник в это время крепко держал Гречко за ноги. «У нас очень много телеграмм из разных организаций, общественных телеграмм». Гречко установил, что стыковочный узел в полном порядке. Усталые, но счастливые космонавты вернулись в основной модуль, чтобы провести в нем еще 86 дней. В январе 1978 года «Союз-28» состыковался со вторым узлом станции. Была создана уникальная тройная конфигурация общим весом более 28 тонн. На борту станции было 4 человека. Для доставки на станцию запасов и топлива разработали специальный грузовой корабль. Беспилотный, невозвращаемый корабль «Прогресс» был способен вывести на орбиту до двух тонн груза. Первый «Прогресс» автоматически состыковался с «Салютом» в январе 1978 года. После разгрузки пустой модуль корабля отстыковался и сгорел в плотных слоях атмосферы. «Салют-6» стал первой советской станцией, которая приняла международные экипажи. Совместные полеты стали частью широко рекламированной программы «Интеркосмос», основанной в 1966 году СССР и странами Восточного Блока. В первый международный экипаж, стартовавший в марте 1978 года, вошли Алексей Губарев и чех Владимир Ремек. В течение трех лет на станции побывало восемь международных экспедиций. Командирами экипажей были советские космонавты, исследователями граждане Чехословакии, Польши, Восточной Германии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии и Румынии. Еще один международный экипаж так и не смог попасть на борт орбитальной станции. Это был очень драматичный полет. Николай Рукавишников и болгарин Георгий Иванов стартовали ветреной ночью 10 апреля 1979 года. Их «Союз-33» вышел на орбиту, однако основной двигатель корабля так и не заработал. Стыковка была немедленно отменена. В центре управления полетом опасались, что откажет и вспомогательный двигатель. В таком случае экипаж не смог бы вернуться на Землю или состыковаться со станцией и был бы обречен провести 4 дня на орбите, пока не кончатся запасы кислорода. К счастью для космонавтов, вспомогательный двигатель удалось запустить. Все международные экипажи на станции «Салют» работали вместе с космическими долгожителями. Продолжение следует... Космонавтам пришлось совершить незапланированный выход в космос. На станцию доставили радиотелескоп с огромной складной антенной. После завершения работ с телескопом его антенна отделилась от «Салюта» и тут же зацепилась за конструкцией стыковочного узла. Валерию Рюмину пришлось выйти в космос и отцепить антенну. Удивительно, но всего лишь через полгода после этой продолжительной экспедиции Рюмин вновь отправился в космос. С Леонидом Поповым он снова побывал на «Салюте-6». В общей сложности Рюмин провел на орбите целый год. Рюмин провел на орбите целый год. Когда в 1982 году «Салют-6» сошел с орбиты, к запуску уже была готова новая орбитальная станция. «Салют-7» был оборудован устройством, которого так не доставало всем космическим долгожителям – душем. С душем станция гораздо больше напоминала родной дом. Кроме того, члены экипажа нашли способ стричь друг друга, используя для сбора волос пылесос. «Салют-7» был достаточно удобен даже для женщины. Через 19 лет после полета Терешковой второй космонавткой в мире стала летчик-испытатель Светлана Савицкая. Савицкая побывала на «Салюте-7» дважды – в 1982 и 1984 годах. Она работала наравне со своими коллегами-мужчинами. Во время своего второго полета Савицкая на 3,5 часа вышла в космос и испытала электронный сварочный аппарат. Но однажды на «Салюте-7» возникли проблемы, вызвавшие в Центре управления полетом настоящую панику. В феврале 1985 года, когда на станции никого не было, связь с ней внезапно пропала. Чтобы вернуть в строй этот дорогостоящий комплекс, требовался опытный и умелый экипаж. 43-летний Владимир Дженебеков к тому времени уже 4 раза побывал на орбите. Вместе с другим опытным космонавтом Виктором Савиных он отправился на выполнение этого суперсложного задания. Экипаж совершил уникальную ручную стыковку с неуправляемой станцией. Космонавты вошли в «Салют». На станции было тихо и очень холодно. Все батареи были разряжены, энергии на станцию больше не поступало. Однако в Центре управления полетом сумели решить проблему. Через 5 дней «Салют» вновь начал работать. Затем экипаж совершил 5-часовой выход в открытый космос. «Салют-7» принял и еще одну экспедицию. В общей сложности станция использовалась в космосе более 4 лет и сошла с орбиты в 1991 году. К середине 80-х в СССР разработали станцию третьего поколения «Мир», которая стала основой для будущего постоянного орбитального комплекса. Станция была оборудована шестью стыковочными узлами и двумя большими панелями солнечных батарей. На «Мире» была предусмотрена удобная большая комната и маленькие отдельные спальни для каждого члена экипажа. В феврале 1986 года модернизированный ракетоноситель «Протон» вывел станцию «Мир» на орбиту. Год спустя к станции пристыковался первый исследовательский модуль с рентгеновским телескопом. Стыковка прошла не слишком удачно. Космонавтам станции «Мир» Юрию Романенко и Александру Ловейкину пришлось выйти в открытый космос, чтобы убрать мешок с мусором, заострявший в стыковочном узле. Во время второго выхода в космос экипаж раскрыл третью солнечную батарею станции. На «Мире» побывало более десятка экипажей-долгожителей и краткосрочных экспедиций. Одновременно здесь жили до шести космонавтов. Для доставки грузов планировалось использовать аналог американского космического челнока, который назвали «Бураном». Из-за недостаточного финансирования 90-тонный «Буран» разрабатывали более 15 лет. Когда в 1985 году начались его испытания, американский челнок уже был в строю. В космос «Буран» предстояло вывести огромной ракете «Энергия», которую начали разрабатывать в середине 70-х. В ее состав входил 60-метровый главный стартовый двигатель, работавший на смеси кислорода и водорода и четыре небольших боковых керосиновых двигателя. Энергия была способна вывести на орбиту более двух тысяч тонн груза. В мае 1987 года прошли ее успешные испытания. Когда «Буран» уже был закреплен на огромной ракете, стало понятно, что его следующий полет состоится очень и очень нескоро. 15 ноября 1988 года «Буран» стартовал. Полет проходил в беспилотном режиме. После двух полных витков вокруг Земли «Буран» приземлился на 5-километровой посадочной полосе на Байконуре. Буран оказался слишком дорогим для охваченной кризисом посткоммунистической России. Но запуски союзов и обширная работа на борту станции «Мир» продолжаются. Продолжение следует... ...праве гордиться своим огромным вкладом в освоение космического пространства. Материалы подготовлены Юрием Бирюковым, Ириной Малиновской, Александром Айзенбергом. Автор текста Максим Золотухин. Консультанты Юрий Бирюков, Николай Митрофанов. Продюсеры Джон Духас, Максим Золотухин, Мэтью Кинг Каукман. Режиссеры Максим Золотухин и Мэтью Кинг Каукман. Архивные документы предоставлены Государственным центром космической документации, Российским государственным архивом кинофотодокументов, частными коллекционерами. Производство компании «Истернлайт», крупный план «Кассел Коммуникейшнс». На русский язык фильм озвучен телекомпанией НТВ. Режиссер Татьяна Маслова, звукорежиссер Александр Зубов, В перевод Павла Селенчука текст читал... Режиссер Zepp Rotenz tale «Истернлайт» Режиссер Татьяна Маслова, звукорежиссер «Истернлайт» Режиссер Татьяна Маслова, звукорежиссер eigenосгастерия víвык. Продолжение следует...